Еще недавно, лет пять назад, так выглядели исключительно концепты, которые имели очень мало общего с будущей реальностью. Подобное число граней, пересекающихся и не пересекающихся линий, выштамповок, это довольно смелое остекление, эти вычурные фары, все это привело бы в шок, вызвало бы помешательство технолога, который готовил подобную машину к серийному производству. Но это тогда, лет пять назад, а не сейчас, когда современные материалы и технологии позволяют реализовать в серии на конвейере практически любую фантазию. Смело рисуем, смело продаем. А впрочем, чего бояться, если речь идет о Lexus RX? Эти две волшебные буквы стали уже, по сути, самостоятельным брендом, символизирующим один из самых популярных премиальных кроссоверов в мире. Ну а что же под этой футуристичной, несколько даже вызывающей оболочкой? Lexus RX очередного поколения только явился миру на франкфуртском мотор-шоу 2015 года, а мой коллега Кирилл Ларин уже поездил на нем. Подробности прямо сейчас на MotorLife.ru. Японцы не изменили своим традициям и сумели не только сохранить домашний уют в салоне, но и облагородили его. Для себя отмечу, что по сравнению с предшественником, новый салон выглядит более стильно. И субъективно здесь нет деталей, которые бы выглядели чужеродно. Или были бы выполнены из некачественных материалов, или того хуже, раздражали. Все поколения RX для меня были особенными автомобилями. Я никогда не являлся их фанатом, ну, банально, потому что они мне не нравились и не нравятся внешне. Но я всегда относился с большим уважением к ним. Практичные, комфортные, роскошные, удобные, надежные, в конце концов. Все эти эпитеты как нельзя лучше отражают суть прошлых поколений RX. А это, согласитесь, дорогого стоит. Чувствуется, что вместе с новым поколением инженеры поставили перед собой цель. Найти оптимальный баланс между современными технологиями и классическими традициями. Которым, в угоду бизнесу, лучше не изменять. Ведь народную любовь, заработанную годами, можно легко потерять. Сделав всего один неверный шаг. Впрочем, анализируя деятельность тойотовских маркетологов, инженеров и конструкторов за последние лет 15, понимаешь, что они уже давно не ходят на ощупь. Редактор субтитров А.Семкин